МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Челябинске стартовал громкий судебный процесс на скамье подсудимых коллекторов. Его подозревают в стрельбе по должнику. Всего в Челябинской области возбуждено несколько сотен уголовных дел против профессиональных выбивателей долгов. Репортаж Светланы Свечкаревой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу несколько окон в квартире Андрея Макарова изрешечены пулями. Он сам едва не лишился руки, когда получил ранение в плечо. После травмы пальцы перестали сгибаться. Андрей не участник боевых действий, а жертва коллектора. Достал пистолет, выстрелил, попал мне в плечо. Куда покажите? Сюда. И выход... Я как бы стал закрывать дверь. Он стал выходить из подъезда, вышел и выстрелил в окно. Наказали Андрея Макарова за кредит в 4 тысячи рублей. Его мужчина оформил в микрофинансовой организации, но не смог рассчитаться вовремя из-за проблем на работе. Сегодня со своим обидчиком Андрей встречается впервые после трагедии. Мы с ним поехали. Пойдем в полицию. Сестра потерпевшего Ольга Макарова рассказывает в суде, что тоже стала жертвой коллектора. По словам женщины, он стал звонить ей и требовать заплатить долг вместо брата. Ольга утверждает, ее оскорбляли и обещали забросить коктейль Молотова в окно в случае отказа. Самое страшное, что такие люди возомнили себя почти что Господом Богом. Из-за каких-то несчастных 4 тысяч рублей вершить человеческие судьбы им никто не дал права. Антон Гилко сейчас на свободе под подпиской о невыезде. В коридоре его дожидается супруга, но с прессой женщина общаться отказывается. Коллектор заявляет журналистам, в должника выстрелил случайно, потому что испугался его. Он в состоянии алкогольного опьянения открыл дверь, накинулся на меня с палкой. Мне что оставалось сделать? Это было быстро, но я, конечно, жалею о том, что я сделал. Не надо было так делать. Ну, наверное, надо было на себя удары палкой принимать. Впрочем, прокуроры в самооборону не верят. Адвокат Гилко еще во время следствия пытался переквалифицировать преступление с вымогательства на самоуправство. Тогда наказание было бы гораздо мягче. Однако прокуратура настаивает на своем. Гилко обвиняется в вымогательстве денежных средств Макаров с применением насилия. В настоящее время судебное следствие продолжается. Вопрос по мере наказания, а также по квалификации, будет решаться уже в ходе завершения судебного следствия. То есть в стадии прений будет этот вопрос рассматриваться. Санкция данной садки предусматривает лишение свободы до 7 лет. Стрельбу под должником и жесткий прессинг, уверен Вячеслав Курилин. Коллекторы позволяют себе из-за ощущения безнаказанности. Изменить все должен новый закон, который вступит в силу уже в следующем году. Все коллекторские организации должны будут зарегистрироваться в специальном реестре. Если звонит представитель какой-то организации, которая находится в реестре, и допускает нарушение, допустим, звонит поздно, или звонит часто, или угрожает, будут штрафы на организацию. И это десятки и сотни тысяч рублей. Поэтому наказание рублем, оно здесь очень будет действенное. И уголовную составляющую никто не отменял. Действительно, после серии резонансных трагедий, связанных с работой коллекторов, правоохранители стали уделять им особое внимание. Только в Челябинской области против профессиональных выбивателей долгов возбуждено уже 600 уголовных дел. Андрей Макаров и его близкие надеются, что благодаря такому вниманию им удастся добиться для ГИЛКО заключения в колонии. Возможно, наказание коллектору суд назначат уже в декабре. Светлана Свечкарева, Иван Генералов, УТВ Челябинск. Специально для информационной программы «День». Получить бесплатную консультацию по правовым вопросам смогут жители Уральского федерального округа в рамках Всероссийского дня юридической помощи подросткам и их родителям. Он пройдет завтра, 18 ноября. Разобраться в конкретной проблеме заявителям помогут квалифицированные адвокаты и представители Государственного юридического бюро. Специалисты ответят на вопросы по теме жилищного законодательства, медицинского, социального обеспечения, взысканию элементов и другим темам. В прошлом году за бесплатной юридической помощью в единый день приема обратились более миллиона жителей Уральского округа. Узнать адреса консультативных пунктов можно на сайте администрации региональных министерств юстиции и Ассоциации юристов России. Эти пункты будут действовать на базе общеобразовательных школ, специальных коррекционных учреждений, домов-интернатов, детских домов, комиссий по делам несовершеннолетних. Также во многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Военные медики провели массовую молекулярную диагностику военнослужащих. Это поможет найти возбудителей вирусных инфекций и не допустить случаев массовой заболеваемости в военных частях. Исследования провели в регионах Урала и Сибири, где отмечено аномальное для ноября похолодание. В зону риска попали в том числе Свердловская и Цюменская области, где на этой неделе столбики термометров опустились ниже 30 градусов. Кроме того, исследования связаны с традиционным прибытием пополнения военной части. Высокоточную технологию диагностики в Центральном военном округе применили впервые. Метод позволяет существенную скорость выявления возбудителей инфекционных заболеваний, а по результатам лабораторных исследований будут выработаны меры профилактики. Корректируются санитарно-противоэпидемические профилактические мероприятия, проводимые в войсках округа. И принимается решение о выборе конкретных профилактических средств, таких как противовирусные препараты, антибактериальные средства, витамины и другие, в каждом конкретном воинском коллективе. Ну, если хочешь быть здоров, можно закаляться. Сегодня к Тернбургским моржи открыли зимний сезон. Погода более чем подходящая. Роман Марьяненко расскажет подробнее. Как ощущения от морозца? Вообще отличные. Очень хорошо. Пробежку перед ныряниями моржи практикуют, чтобы слегка адаптировать тело к первому погружению в ледяную прорубь. На градусниках этим утром минус 22 градуса. Идеальная погода для ныряний. После пребывания на морозе вода в проруби кажется теплее, чем на самом деле. Есть и другие хитрости. У моржей есть любопытный психологический прием. Если на секунду представить, что вода в этой проруби на самом деле не холодная, а горячая, то и нырять в нее будет гораздо проще. Однако у человека неподготовленного подобное зрелище вызывает мороз по коже, независимо от того, сколько шуб ты на себя одел. Я здесь. Екатеринбургскому клубу моржей уже более полувека. Ежегодно к нему присоединяются новые участники. Говорят, моржевание полезно для всех и в любом возрасте. Пенсионер Аркадий Черепанов не страшится холода и в 80 лет. Насморк и эти простуды, как говорится, обошлись стороной. Вот так. Ну были кое-какие болячки. Но я все равно, значит, не прекращал купаться. Однако закалять себя нужно поэтапно. Тут главное не переборщить. Новичкам советуют прислушиваться к опытным пловцам. Разделись в воду, вошли, недолго там находились, секунд 5-10 максимум, вышли. И так периодически, хотя бы раз в неделю. И через месяц-два у вас уже будет вот так. Организм сам будет просить больше и больше находиться в воде. Я готовился, наверное, года три к этому. Предварительно летом. В прохладную погоду купался осенью. Вот. Ну кого как. Купание у моржей обычно состоит из 80 заплывов с перерывами на обогрев. В ледяной воде рекомендуется проводить не больше 2-3 минут. Ой, настроение отличное. Водичка хорошая. Ой. Здоровья всем. Напоследок участники ледяных купаний показали журналистам забавную традицию. Оказывается, моржей, которые в дни заплывов отмечают свои дни рождения, принято торжественно сбрасывать в воду. Три! Впереди на Урале долгая зима. Кстати, она обещает быть суровой. Как раз то, что нужно для моржей. Но и ряд участников клуба будут не реже двух раз в месяц. Ура! Роман Марьяненко, Денис Уразбахтин. Информационная программа «День» Екатеринбург. Коротко о других событиях в Уральском федеральном округе. В Тюменской области задержаны подозреваемые в вооруженном разбое. Двое мужчин в масках в конце октября ограбили салон сотовой связи. Ущерб составил более 200 тысяч рублей. Задержанные ранее судимые. Один из них оказался причастным к еще одному преступлению – квартирной краже. В Югре установилась аномально холодная погода. По данным Ханты-Мансийского гидромедцентра, причиной такого резкого снижения температуры стал арктический антициклон. В некоторых районах округа температура понизится до минус 35 градусов, что очень нетипично для этого времени года. Обычно в середине ноября температура воздуха максимально опускалась до минус 20 градусов. По прогнозам синоптиков, морозы продержатся в округе до выходных. Наступившее потепление будет сопровождаться обильными снегопадами и метеором. Четыре человека пострадали во время пожара в Челябинской высотке. Из-за нарушения техники безопасности в доме взорвался газовый баллон. Такова была легенда учений. В них приняли участие не только спасатели, но еще медики и кинологи. Спасти пострадавших и ликвидировать источник ЧП удалось за 20 минут. Все должны еще раз посмотреть у себя дома, как у нас эксплуатируются различные приборы бытового услужения. Там газ, электричество и все, что необходимо для любого дома. Для снижения аварийности на 12 трассовых пунктах и медицинных катастроф в Свердловской области появятся аппараты для диагностики функционально-эмоционального состояния водителей. Сегодня комплексы выручили медикам. Прямо на трассах автомобилистам предложат проверить пульс, давление, измерить температуру. Получаем данные о его адаптационном потенциале и состоянии за рулем. Если он находится водителем в рискоопасной зоне, горит красный сигнал светофора, мы предлагаем в рекомендательной форме водителю остановиться в ближайшем населенном пункте, для того, чтобы снять состояние утомления. В Ноябрьске началась активная борьба с самостроем. Только в одном из микрорайонов самовольно установили несколько десятков металлических гаражей. Всего по городу более двухсот. Специалисты вместе с полицейскими устанавливают собственников сооружений. Впрочем, после предупреждения и вывоза гаражей с мест, владельцы, как правило, сами торопятся на встречу в администрацию. Если в течение трех месяцев собственники не обнаружатся у нас, мы будем признавать эти объекты муниципальной собственностью и принимать решение об утилизации. Студенты Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства получили именные стипендии. Учредитель премии Анатолий Суровцев, известный советский строитель. После выхода на пенсию он занялся общественной деятельностью. Из своей пенсии и учредил именную стипендию. Пенсии неплохие получают герои. Чтобы они тоже свою родину поднимали. Школы, институты. Нашим бездомным детям тоже помогали. Вы смотрите информационную программу «Зима» и продолжаем. В городе Заречном Свердловской области роддом открытый пять лет назад только сейчас готовится принять первых роженец. В новом медучреждении долгое время не было электроэнергии. Дорогое оборудование простаивало и почти пришло в негодность. В ситуацию вмешались активисты Народного фронта. Сюжет Юлии Пятшиной. В пустых коридорах не видно ни роженец, ни акушерок. А большая часть оборудования накрыта защитной пленкой. Роддом-призрак, так называют его медики. За пять лет здесь не появился на свет ни один ребенок. Самое главное жалко, что оборудование не используется. И площади, и аппаратура, которая оснащена, тоже мы использовать не можем. Потому что нельзя переносить из здания. Из здания тут все, как говорится, уже установлено. Новый современный роддом торжественно открыли в конце 2011-го. Однако очень скоро случилось ЧП, был поврежден кабель, и медучреждение осталось без электроэнергии. Поиски виноватых затянулись на долгие годы. Пока шли суды, обесточенный роддом ветшал, оборудование приходило в негодность. Резиновые части, которые сделаны из эластических материалов, они просто рассохлись из-за того, что не работала вентиляция, были перепады температур, и поэтому пришлось заменить вот эти части. Ситуацию удалось переломить только в прошлом году. В роддом вернули свет и тепло. К этому моменту в отделении не работала вентиляция, повредилась крыша, начались протечки. На дополнительный ремонт потратили больше 5 миллионов рублей. Сегодня результаты проделанной работы оценивают активисты Общероссийского народного фронта. Как вы считаете, примерный прогнозируемый срок, когда уже полностью все будут работы закончены, в том числе и по документации? Как только мы получим санэпидзаключение, а возможность его получения, это где-то второй квартал 2017 года, как только мы получим его, то сразу же, потому что в настоящее время практически все уже готово. Из-за судебных проволочек едва не пришли в негодность здания и оборудования за 300 миллионов. Почему с решением проблемы в Заречном так затянули, общественники пообещали разобраться позже. Шли суды, выясняли, кто виноват, но не задавались вопросом, а что же делать быстрее, чтобы этот объект, который уже вложены деньги, заработал. Здесь, как нам кажется, идет речь о банальном нежелании, в том числе местных муниципальных властей, решить элементарные задачи, в которых на самом деле, как опять же нам кажется, изучая ситуацию, они сами были и виноваты. Медики общественников заверили, главная проблема решена, осталось делать совсем немного, и уже весной роддом откроет свои двери. Ожидается, что здесь будут принимать 500 родов в год. Юлия Першина, Альберт Полудницын, информационная программа «День». Свердловская область, Заречный. Активисты Народного фронта в отношении таких объектов, как роддом в Заречном, даже придумали формулировку «строительный полуфабрикат». Много ли их по стране и как решить проблему? Эти темы обсудим с гостем дня. Итак, гостем дня сегодня. Эксперт Общероссийского народного фронта, депутат Государственной думы Антон Гетто. Антон Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Таких строительных полуфабрикатов, которые вы видели сегодня в городе Заречный, вообще по стране много, немного? Практически в каждом регионе они есть, и именно поэтому Общероссийский народный фронт начал составлять реестр строительных полуфабрикатов. В двух словах, что это такое? Это когда удалось решить главную задачу, нашли деньги для того, чтобы построить детский сад, школу, дом культуры, роддом. Но почему-то при выделенных средствах не хватило чего-то, чтобы этот объект заработал и начал приносить пользу жителям. Чего-то в разных регионах оно разное? В разных регионах разное. Где-то чуть-чуть финансирования, с такими, понятно, даже надо помогать задачами справляться, а где-то просто ума или расторопности, чтобы этот объект запустить. Конкретно в городе Заречный, где стоит уже построенным ротом, но почему-то там на свет никто не появляется. Конкретно в городе Заречный как раз пример, когда помимо того, что он не работает, еще и в 2011 году в конце перерезали ленточку и торжественно еще бывший губернатор Свердловской области с бывшим главой района запустили этот объект. Но, к сожалению, люди в него не пошли, наруженицы не пошли получать качественные услуги, а объект заморозили, потому что в 2012 году летом был перебит электрический кабель, который питает роддом. Случайно, да, каким-то, наверное, недобросовестным подрядчиком или тем, кто не получил никакого разрешения на работы. Но этот кабель был перебит. Однако, вместо того, чтобы решать проблему, городские власти вместе со структурой, которая отвечает за электросетевое хозяйство, начали долгие претензионные судебные тяжбы. Кто виноват, на кого возложить ответственность. И даже не удосужились подумать, как до конца решить уже эту проблему, восстановить этот перебитый кабель, чтобы роддом запустился. И это привело к тому, что 4 года он простаивал. Помимо того, что он был заморожен, так скажем, заморожены деньги, заморожен сам объект, туда люди не могли пойти. Еще и морозы, которые в Свердловской области достаточно серьезные, привели к тому, что начало здание вершать и оборудование. И сейчас требуются дополнительные средства, чтобы привести за здание. Действительно, требуются дополнительные средства, порядка 6 миллионов, чтобы объект запустить. Но уже, к счастью, они выделены. Активисты Общероссийского народного фронта направляли соответствующие документы, обращения. Эта проблема решена. И мы надеемся, что в 2017 году, максимум до конца третьего квартала, мы будем стараться, чтобы и раньше роддом уже заработал. Вы вообще как давно обратили внимание на проблему таких, так скажем, недолгостроев, незавершенных социальных объектов? И что послужило, может быть, каким-то самым ярким, что ли, примером? Примерно с октября 2016 года, текущего года, мы ведем эту работу, ведем этот реестр. Когда мы обратили внимание, как все те же детские сады, допустим, в Курской области детский сад Капитошка, также точно был торжественно открыт губернатором с вашими коллегами, представителями средств массовой информации, видеокамерами, торжественной обстановке. Но после того, как уехали официальные лица и журналисты, в детский сад не пошли дети, а он еще несколько месяцев продолжал ремонтироваться. И, может, конечно, так совпало, но когда нам наши активисты из Курской области прислали эти материалы, утром вышла статья, в обед уже появились рабочие и местные власти, которые начали давать обещание, что вот-вот детский сад запустится. И таких объектов, к сожалению, очень много по нашей стране. И мы будем делать все возможное, чтобы довести до конца работу, в которую уже вложены бюджетные деньги, и чтобы эти деньги уже начали приносить пользу нашим людям. Но получается, без вмешательства активистов Народного фронта, без вмешательства средств массовой информации, и вообще проблемы по всей стране так бы и оставались нерешенными. Давайте опять же на примере вашего Заречного с роддомом. Наши коллеги, мои коллеги-фронтовики, приехали туда снимать, как переселение идет из ветхого аварийного жилья. Кстати, тогда глава еще сказал, чего там жители возмущаются, я сам готов переехать в эти квартиры. А квартиры на самом деле не соответствовали тому качеству, с которым должны они сдаваться для людей. Ну, варитка жилья тоже, кстати, да? Да, есть такое понятие у Народного фронта. Естественно, никуда он не переехал, он остался, видимо, в своих комфортных условиях. Но сегодня, опять же, о чем мы говорим? О том, что нужно было приложить минимальные усилия и этот роддом запустить. И когда наши коллеги приезжали по ветхому аварийному жилью, им жители рассказали, а вот у нас еще есть роддом. Мои коллеги еще тогда спросили, какой роддом, что с роддомом? А вот так, когда федеральное агентство вкладывает федеральные деньги до строя для работников атомной станции это учреждение, этот роддом, туда же пойдут другие жители района, другие жители городского округа Заречный. Но вот так, даже не то, что помогать, а, грубо говоря, вредительством каким-то занимаясь, не дают этому объекту запуститься, и он 4 года простаивает. Проблему строительных полуфабрикатов вы будете поднимать, в том числе и на форуме действий Народного фронта, который стоит, по-моему, на следующей неделе. Вы там будете просто обрисовывать или, может быть, какие-то действительно варианты решения проблем уже предлагает президент? Обязательно будем предлагать решения. Мы обязательно озвучим и примеры из вашего региона, и будем просить президента, во-первых, ужесточить ответственность за вот такие недострои, ну, а во-вторых, ввести там некую систему учета, когда от первого заложенного камня до уже ввода в эксплуатацию, и даже до уже, допустим, ветшания здания, чтобы такой некий жизненный цикл в системе отслеживался. Будем, то есть, просить и решить вопрос, кто виноват, и дальше что делать, чтобы таких объектов было все меньше и меньше. Для нашей страны. Ну да, такие извечные, но стараемся вместе, опять же, соответственно, на них отвечать. Ну, президент в состоянии на них ответить. Спасибо большое, спасибо, что пришли к нам сегодня в студии. Я напомню, мы беседовали с экспертом общероссийского народного фронта, депутатом Госдумы Антоном Гетто, говорили о так называемых строительных полуфабрикатах. Ну, а далее новости экономики. Переселение из ветхого жилья оказалось под угрозой срыва, вагоностроители объединяются в кластеры, и в Челябинске начали производить фуагра. Здравствуйте, в студии Анна Авдеева, и сейчас в новостях экономики подробнее. Начнем с коммунальных новостей. Фонд ЖКХ могут ликвидировать, сообщает газета «Известия». Власти недовольны темпами расселения аварийных домов. На сегодняшний день задача выполнена лишь наполовину, хотя до окончания программы осталось меньше года. Напомню, фонд содействия реформированию ЖКХ – это госструктура, которая получает средства из федерального бюджета на капремонты и переселение людей из бараков. А вот фрилансеры больше не смогут получать деньги без официального трудового договора. Работников на удаленке обяжут подписывать электронные контракты. Инициативу Минтруда о легализации сотрудников, работающих дистанционно, поддержали в правительстве России. Таким образом, работодатели хотят обязать уплачивать пенсионные и медстраховые взносы, чего сейчас в большинстве случаев не делается. Российский бюджет пополнится за счет ямальского проекта «Энергия Арктики». К 2020 году он принесет в казну 9 триллионов налогов. Об этом заявил глава региона Дмитрий Кобылкин, выступая на Международной деловой неделе в Мурманске. Проект включает в себя строительство северного широтного хода и железной дороги Баваненкова-Сабета. Транспортный коридор позволит начать круглогодичные поставки углеводородов в Европу и Азию. Задача нашей территории наполнить северный морской путь. Соединить два рынка. Азиатский, Тихоокеанский, Европейский. Неважно, какими товарами соединены. У нас другой морской границы нет. И будущего в России, и другого нет. Шаг в светлое будущее сделали и российские вагоностроители. Они решили объединиться в кластер, который, кстати, будет базироваться в Уральском федеральном округе. Большинство предприятий, выпускающих локомотивы, находятся в Свердловской и Челябинской областях. Научно-производственное объединение позволит решить проблему с нехваткой железнодорожного транспорта в стране. А на Южном Урале решили бороться с дефицитом элитных деликатесов. В регионе начали производить фуагра. В основе французского блюда – печень откормленного гуся или утки. Для фуагра они выводятся особым образом скрещивания пекинской и мускусной породы. Получаются очень крупные птицы. Дважды в день их нужно кормить кукурузной кашей. Это единственная фуагра в России, выпущенная промышленным способом. И скоро утиная печень появится в супермаркетах. Несколько серьезных производителей стран. Утки – это Венгрия и это Франция. Ну и еще, вроде говорят, Германия немецкую не пробовала. Это однозначно лучше, чем Венгрия. На этом о новостях экономики все. До свидания и удачи в делах. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова